Возвращение Крыма и Севастополя в состав России отметили и в Ненецком округе. Во Дворце культуры Арктика прошел митинг-концерт. Никогда и не думали, что Крым не наш. Он всегда был наш. Спасибо Путину за Крым и Севастополь. Крым наш. Мы вместе. Под такими лозунгами, как и по всей стране, в Наринмаре прошел митинг-концерт, посвященный двухлетию со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Зал не смог вместить всех желающих принять участие в патриотическом мероприятии. И млад и стар пришли, чтобы выразить свое отношение к этому историческому событию. Среди них и Лидия Сергеевна Ануфриева. Крым всегда был наш. И поэтому все рады, что мы вместе. И им хорошо. Главное, чтобы им хорошо было тоже с нами. А в Крыму когда-нибудь были отдыхать? Была и в Ялте, и в Керчи. Симферополь, Алушта, Ялта, Феодосия, Керчь, Евпатория и Севастополь. На Крымском полуострове хоть раз в жизни должен побывать каждый. Тем более сейчас, когда туризм в регионе на подъеме. О своих поездках теперь уже в Российскую республику с нескрываемым удовольствием вспоминает Ольга Крупенье. Ассоциации и присловия Крыма у меня только одни. Прекрасные воспоминания о прекрасном крымском отдыхе, куда я ездила с детьми и внуками. Буду продолжать, надеюсь, ездить много лет. После присоединения Крыма и Севастополя к России структурные изменения в республике не заставили себя ждать. Под особый контроль правительства России попала социальная сфера. За два года уровень заработной платы в Крыму вырос в два раза. С чуть более 11 тысяч рублей в 2013 году до 22 тысяч рублей в 2015. Уже к концу 2014 года размер пенсии был увеличен в два раза. И на сегодня ее размер составляет 12 тысяч рублей. К радости российских детей лагерь «Артек» за два года успел практически полностью возродиться. Изначально планировался только косметический ремонт, но в процессе было принято решение о полной реконструкции легендарного детского лагеря. В стадии завершения сегодня находится строительство второй очереди энергомоста. Что касается транспортного сообщения, по словам главы Минтранса Российской Федерации Максима Соколова, мост через Керченский пролив будет открыт для автомобильного сообщения до декабря 2018 года. Уже сейчас становится ясно, принятие Крыма в состав России дало мощный толчок к развитию полуострова. Я думаю, что то, что Крым вернулся к нам, это в том числе дает возможность россиянам там отдыхать. И мы рады за крымчан, что они стали нашей общей семьей. И, конечно, Россия поможет восстановить свое хозяйство и сделать все для того, чтобы и в Крыму жилось так же хорошо, как в России. Кстати, согласно последней переписи населения, в 2014 году в Крыму проживает свыше 80 национальностей. Самые многочисленные из них – русские, порядка 70%. Следом идут крымские татары и украинцы.